Амалек. Всевышний не только Бог мести и Бог ревнитель и мститель. Окончательное избавление придет тогда, когда Всевышний в ярости своей отомстит за осквернение имени своего и за пролитую кровь рабов своих. Так сказано в Елкут-Шимоне, Авадья 549, «Горе четвертому царству, ибо Всевышний сам рассчитается с ним». И так просил царь Давид мир праху его, Таилим 79, 12, «И возврати семикратно соседям нашим в лона их оскорблений». Которыми оскорбляли они Тебя, Господь и пророк Ирмиягу, а пророк Ирмиягу не говорит семикратно, как Давид, но, Эйха 3, 64, «Воздай им, Господь, по делам рук их». А в Псик Тараббати, глава 12, сказано, «Раби Иуда и раби Нехемья». Раби Иуда сказал, «Сказали сыны Израиля, владыка мира, за то, что сделали они нам, воздай им по делам рук их, за то, что сделали они в храме твоем, и возврати семикратно соседям нашим в лона их». А раби Нехемья говорит, «Сказали сыны Израиля, за то, что сделали они с нами, воздай им, Господь, по делам рук их, а за то, что сожгли они Тору твою, и возврати семикратно соседям нашим в лона их». Конечно, в том, что сделали неевреи Израилю, есть осквернение имени Всевышнего, и за это им полагается наказание. Но когда они открыто и прямо выступают против Бога, оскорбляют и поносят Его, за это им полагается семикратное наказание, ибо здесь перед нами открытое и наглое осквернение имени Всевышнего. Это откровенная война против Бога. В этом и состоит секрет проблемы Амалека. Почему гнев Всевышнего против этого народа сильнее, чем против других? Потому что прочие народы, воюющие против Израиля, оскверняют имя Всевышнего косвенно. Сам факт, что они выступают против народа Бога, свидетельствует о том, что они не боятся Его, и это осквернение имени Всевышнего, которому нет искупления. И все же это не похоже на осквернение имени Всевышнего, которое происходит, когда неевреи открыто выступают против Бога, как Гольят, например. В этом и состоит страшный грех Амалека, о котором сказано Шмот 17.16. «Ибо клянется своим престолом Господь, что война у Господа с Амалеком из поколения в поколение». И говорят об этом наши мудрецы Михильта, глава Бешалах, Масехта де Амалек 2. Раби Элазар Гамудайи говорит «Поклялся Всевышний своим престолом, что не останется под небесами ни одного внука и правнука Амалека, чтобы не говорили верблюдо этот принадлежит Амалеку, овца эта принадлежит Амалеку». И еще говорят они «Псиктар Абатий, глава 12». «Ибо клянется своим престолом Господь», сказал Раби Ливий от имени Раби Хамы, сына Раби Ханины. Все время, пока потомство Амалека живет в этом мире, имя Всевышнего ущербно, поскольку написано двубуквенное имя «Йод-Гей», а не полное четырехбуквенное имя «Йод-Вав-Гей-Вав». «И престол его ущербен, поскольку слово «престол» написано в усеченной форме «Кес», а не «Кесе». «Искоренено потомство Амалека, престол совершенен, и имя Всевышнего совершенно», сказал Давид Таилим 9.7. «Враг этот, пришел ему конец, развалины вечные, и города его разрушил ты, исчезла память о них». Что написано сразу после этих слов? «А Господь, Йод-Гей-Вав-Гей, вечно сидеть будет на престоле своем, утвердил он для суда престол свой». «Кис-О». «Амалек пришел, чтобы истребить еврейский народ, как сказали мудрецы наши». Танхумаяшан, глава Итро, 4. «Почему он назван Амалеком?» «Имя его состоит из двух слов. «Ам-народ» и «лек» – «лизать», «потому что он пришел лизать кровь Израиля, как пес». «Он выступил первым, проложив тем самым дорогу остальным народам, как сказали мудрецы наши». «Танхума, глава ТЦ, 9». «Как застал он тебя, корха в пути». «Учители наши говорят, что нужно понимать слово «корха», как охладил тебя в глазах других». «Сказал Раби Хунья, с чем это можно сравнить?» «С кипящей водой в ванне, в которую человек не может спуститься». «Пришел один негодяй и прыгнул в эту ванну, хотя сам он и обжегся, но для других охладил ее». «Так же и здесь, когда ушли сыны Израиля из Египта, Всевышний рассек перед ними море, а египтяне утонули в этом море, и страх напал на все народы, как сказано «Шмот 15.15». «Тогда устрашились князья Эдома» и так далее. «Пришел Амалек и напал на них, сынов Израиля, хотя он получил наказание от их рук, охладил он их в глазах народов мира». «Более того, Амалек открыто пришел оскорблять и поносить Всевышнего. Его целью было стереть, не дай Бог, имя Господа из мира». О словах «И пришел Амалек», Шмот 17.8, «Мудрецы наши говорят», Михильта, глава Бешалах 1, «Он пришел открыто и нагло. Все свои нападения он совершал тайком, но это нападение совершил открыто и нагло». И это открытое осквернение имени Всевышнего Амалек подчеркивал своей наглой дерзостью. Вот что говорят мудрецы наши, Михильта, глава ТЦ, 9. «Что делали амалекитяне?» «Обрезали евреям тот орган тела, на котором запечатлен знак союза Израиля с Богом, подбрасывали вверх и говорили, «Вот то, что ты избрал! Возьми то, что ты избрал!» И об этом написано, Таилим 79.12, «Оскорбления, которыми оскорбляли они тебя, Господь!» Грехом Амалека было то, что он открыто и нагло выступил войной против Всевышнего. И за это Всевышний постановил, Шмот, 17.14. «Совершенно сотру я память об Амалеке под небесами!» И поясняют мудрецы наши, Михильта, глава Бешалах, 2. «Совершенно в этом мире сотру в мире грядущем!» Он простер свою руку к престолу Господа, как сказали мудрецы наши, Танхума, глава ТЦ, 11. В одном месте сказано, Дворим 25.19, «Сотри память об Амалеке!» А в другом месте сказано, Шмот, 17.14, «Совершенно сотру я!» Как объяснить это противоречие? Пока не простирал он руки своей к престолу, сотри! Когда же простер он руку свою к престолу, совершенно сотру я! Но возможно ли, чтобы смертный человек простер руку свою к престолу Всевышнего? Да, тем, что разрушил он Иерусалим, о котором сказано, Иермиягу 3.17, «В те времена называть будут Иерусалим престолом Господа!» Поэтому «Совершенно сотру я!» Это означает, что грех Амалека состоял в том, что он открыто и нагло выступил войной против Всевышнего, когда напал на сынов Израиля после их исхода из Египта. Но и любой другой народ, бросающий вызов Всевышнему и объявляющий ему войну, впадает в грех Амалека и становится подобен Амалеку. Ведь не Амалекитяне разрушили Иерусалим, и тем не менее мудрецы наши говорят, что это деяние Амалека, который простер руку свою к престолу. Из этого мы делаем вывод, что каждый, кто простирает руку к престолу, называется Амалеком. И помни об этом правиле, применительно к нашим дням. А чуть ниже мы увидим с Божьей помощью, что разрушение Иерусалима, кроме самого факта разрушения, было еще и злоумышленным и открытым осквернением имени Всевышнего, что с особой силой проявилось в том, что враг Тит извергал проклятия и оскорбления Всевышнему, в святая святых. Всевышний установил правило, которое гласит, что когда у Израиля есть царь и сильная власть, способная стереть память об Амалеке, Израиль обязан это сделать. И поэтому сказали мудрецы наши, Сифрей, глава Р.э. 67. Три заповеди были даны сынам Израиля, когда они вступили в страну, назначить себе царя, построить храм и искоренить потомство Амалека. И не знаю я, какую из этих заповедей надо исполнить первой. Ответ же содержится в словах, «Ибо клянется своим престолом Господь, что война у Господа с Амалеком из поколения в поколение». Шмот 17.16. «Когда царь восседает на престоле Господа, ты искореняешь потомство Амалека». А откуда мы знаем, что престол Господа — это царь? Из сказанного Диврей Аямин 1.29.23 «И воссел Шломо на престоле Господа царем». Лишь после того, как храм был разрушен, а сыны Израиля изгнаны из своей страны, из своего государства, утратив возможность стереть память Амалеке, лишь тогда сказал Всевышний, «Теперь я совершенно сотру память Амалеке, нагло выступившим против Господа». И надо понять, что сегодня, когда Всевышний в милосердии своем вернул нас в нашу страну и дал нам установить нашу собственную власть, мы обязаны вместе с Ним стирать память об Амалеке, если выясняется, что перед нами проявление Амалека. Из сказанного выше следует, что избавление придет, когда Всевышний захочет совершить свое мщение, и что будет великим и грозным освящение Его имени. И так сказано, дворим 32, 34, 35, 37, 41, 43. Ведь сокрыто это у Меня, запечатлено в хранилищах Моих, у Меня отмщение и воздаяние, когда споткнутся они, ибо близок день гибели их, и скоро наступит уготованное им. И скажет Он, где боги их, твердыня, у которой искали они защиты? Отомщу я врагам моим и ненавистникам моим воздам, напою стрелы мои кровью, и меч мой пожрать будет кровь, кровь убитых и плененных. Головы разгромленного врага. Прославьте народы народ Его, ибо за кровь рабов своих отомстит Он, и мщение совершит над врагами Его, и искупит землю свою и народ свой. Когда Всевышний начнет совершать возмездие над народами, за то, что они оскверняли Его великое имя, и за то, что они унижали и притесняли еврейский народ, и тем самым оскверняли Его имя, Он пробудится, словно человек, который поднимается, протрезвев от вина, как сказал царь Давид, мир праху Его, Таилим 78, 65, и пробудился, как ото сна Господь, как богатырь поднимается, протрезвев от вина. Все то время, на которое Всевышний обрек Израиль на изгнание и порабощение, Он сдерживался, и поэтому глупцы думали, что Он не существует вовсе, не дай нам Бог подумать такое, и издевались над Израилем, как сказано, Таилим 115, 2. Зачем говорить народам, где же Бог их? Но Его молчание при виде осквернения имени Его было проявлением Его величия, как сказали мудрецы наши, Гетин 56, Бет, где боги их, твердыня, у которой искали они защиты? Тит! Это злодей Тит, проклинавший и оскорблявший Всевышнего. Что сделал он? Взял проститутку, вошел в святая святых, расстелил свиток Торы и на нем совершил грех. Взял меч и вонзил его в занавес, и произошло чудо, и начала капать кровь, а он думал, что убил его самого, как сказано, Таилим 74, 4. Радостными криками оглашали враги твои, помещения, в которых в праздники твои собирался народ твой, установили там символы свои. Абаханан говорит, кто, как ты, силен, Господь? Таилим 89, 9. Кто, как ты, силен и непреклонен? Слышишь ты проклятия и оскорбления, исходящие из уст этого злодея, и молчишь. Так передают от имени раби Ишмаэля. Кто, как ты, среди сильных? Эй, Лим, Господь! Шмот 15, 11. Кто, как ты, среди немых? Иль им! Но, хотя Всевышний и молчит, Он не забывает проклятий и оскорблений, ибо ничто им не забывается. Месть сокрыта у Него, запечатана в хранилищах Его. С Ним отмщение и воздаяние. И так сказал царь Давид мир праху Его, Таилим 75, 9. Ибо бокал в руке Господа, и наполнен Он вином пенистым, настоянным на горьких приправах, и наливает Он из Него. Даже осадок до дна выпьют они, все злодеи земли. Всевышний, которого проклинали и оскорбляли народы, и который казался им спящим, словно человек, упившийся вином, восстанет и напоит местью своей народы, которые оскверняли имя Его. Сказано в книге Сифрей, глава Гаазину, 324. От капли этой пило поколение потопа, поколение строителей Вавилонской башни, которых Всевышний рассеял по земле, жители с дома Яморы, фараон и вся его рать, сисра и все воинство его, невухаднецар и вся его рать, санхирив и все армии его, от капли этой будут пить все рожденные в этом мире до конца всех поколений. Это и есть мщение Господа, обязательное и неизбежное, радостное мщение. Сказано в Сифрей, глава Гаазину, 326. «Когда Всевышний судит народы, радость эта у Него». И это действительно радость, ибо сказано в Мишлей, 1110. «А когда гибнут злодеи, веселье!» И хотя в этом мире Сам Всевышний не радуется падению злодея, но когда Он приходит, чтобы стереть наиболее страшное осквернение Своего имени, когда Гои делают это открыто, глумясь, тогда радость эта у Него. Это мщение Всевышний совершает Сам, а не через посланцев, как было во времена первого избавления, избавления из Египта. Так сказано в Сифрей, глава Гаазину, 325. «У меня отмщение и воздаяние. Я сам рассчитываюсь с ними не через ангела и не через посланца». И вот что говорит пророк о грядущей мести Всевышнего народом Ешаягу 63, 1, 6. Спрашивает Израиль, «Кто человек этот, идущий из Эдома в багряных одеждах, идущий из Боцры? Кто этот человек, одевавшийся в великолепные одежды, опоясанный великой силой своей?» Отвечает Всевышний, «Я говорю о праведности предков Твоих и потому проявляю величие Мое и посылаю Тебе спасение». Спрашивает Израиль, «Почему красно одеяние Твое и одежды Твои, как у работников, давящих виноград в давильне?» Отвечает Всевышний, «Я давил в давильне один, и ни один из народов мира не вышел, чтобы воевать против Меня. И топтал я их в гневе Моем, и давил их в ярости Моей, и брызгала кровь их на одеяния Мои, и все одежды свои запачкал Я, ибо день мщения давно готовил». Ибо день мщения давно готовил я в сердце Моем, а ныне пришел год избавления для народа Моего. И посмотрел я, и нет никого, кто помог бы Израилю, и молча взирал я, и нет никого, кто поддержал бы Израиль, «И укрепил руку Мою гнев Мой, и ярость Моя укрепила Меня, и давил я народы в гневе Моем, и опьянил их яростью Моей, и не зверг я на землю победы их». И поясняет Раши, «Пророк говорит о том, что Всевышний сказал, что отомстит он Эдому, и сначала сам убьет ангела-покровителя его». Корень слова «Эгальти» запачкал. «Гааль» и не случайно установил Всевышний, что в святом языке этот корень означает, как запачкать кровью, так и избавлять, спасать, выкупать, ибо избавление Израиля придет, только когда прольется кровь Гоев, осквернявших имя Всевышнего, преследуя еврейский народ». И еще взывает пророк Ишаягу 63, 15, «Взгляни с небес и посмотри из обители святости и великолепия Твоего, где ревность Твоя и величие Твое», поясняет Радак. «Ведь Ты ревновал за народ Свой, видя страдания Его, и за величие Своё, поруганное народами, где же ревность Твоя сейчас?» «Всевышний пошлет возмездие народам за то, что возносили они гордыню свою против Него», так говорят мудрецы наши, Михильта, глава Бешалах, Масехта, Ндэвайдеги, 6, «Сокрушишь Ты восстающих против Тебя», Шмот, 15, 7, «Не сокрушил Ты», написано здесь, «но сокрушишь Ты в будущем», ибо сказано, «Бог, сокруши зубы во рту их», Таилим, 58, 7, «За что?» «Ибо не понимают они деяний Господа и дел рук Его, да сокрушит Он их и не отстроит их», Таилим, 28, 5, «сокрушит в этом мире и не отстроит в мире грядущем». «Пошлёшь Ты гнев свой», Шмот, 15, 7, «Не послал Ты», написано здесь, «но пошлёшь Ты в будущем», ибо сказано, «Излей на них гнев свой» и так далее, Таилим, 69, 25, «И сказано, «Излей гнев свой на народы» Ирмиягу, 10, 25, «За что?» «Ибо растерзали они Якова» и так далее, Ирмиягу, 10, 25, «Сожжёт он гнев твой, их как солому», Шмот, 15, 7, «Не сжёг он их как солому», написано здесь, «но сожжёт он их как солому» «В будущем», «Ибо сказано, и будет дом Якова огнём, а дом Йосефа пламенем», Авадья, 1, 18, «Первое избавление служит символом того, каким будет последнее избавление». Так в будущем Всевышний, как мы видели выше, отомстит народам за сынов Израиля и тем самым за себя самого. И так говорит пророк, Захарья 2, 12, «Ибо так сказал Господь воинств, ради славы своей послал он меня к народам, грабящим вас, ибо тот, кто прикасается к вам, касается зеницы ока его». И ещё говорит пророк, Ихэскель 35, 5, 15, «За то, что ненавидишь ты, Израиль, вечной ненавистью, и поражала ты сынов Израиля, мечом во время несчастья их, во время последнего греха. Поэтому клянусь я, как жив я, слово Господа Бога, что в кровь превращу я тебя, и кровь преследовать будет тебя. Разве не ненавидела ты кровь сынов Израиля? За это и будет кровь, преследовать тебя, и превращу я гору Сеир в совершенную пустыню, и истреблю я каждого, проходящего там. И заполню я горы её убитыми обитателями её, холмы твои и долины твои, и все русла рек твоих, убитые мечом падут в них. Навеки в пустыню превращу я тебя, и города твои не будут заселены, и узнаете вы, что я Господь. За то, что сказала ты, два народа эти, и две страны эти моими будут, и овладеем мы ими, а раньше Господь там был. Поэтому клянусь я, как жив я, слово Господа Бога, что поступлю с тобой по той же мере гнева и ревности, по какой поступала ты из-за ненависти своей к ним. И явлю я себя среди них, когда судить буду тебя, и узнаешь ты, что я Господь. Слышал все поругания твои, которые изрекала ты о горах Израиля, говоря, опустошены они, нам отданы они на съедение. И возвеличивали вы себя надо мною устами своими, и множили против меня речи свои. Я слышал, так сказал Господь Бог. Возрадуется вся земля, когда пустыней сделаю я тебя. Как радовалась ты тому, что наследие дома Израиля опустошено, так же поступлю я с тобой. Пустыней станут гора Сеир и весь Эдом, и узнают, что я Господь. Еще Ехескель 36, 5, 6. Поэтому так сказал Господь Бог. Не в огне ли ревности моей говорил я об остатке народов этих и обо всем Эдоме, которые взяли страну мою в наследие себе со всеобщей радостью и с отвращением ко мне, чтобы пределы ее разграбить. Поэтому пророчествуй о земле Израиля и скажи горам и холмам и руслам водных потоков и ущельям. Так сказал Господь Бог. Вот я в ревности своей и в гневе своем говорил, ибо презрение народов несли вы на себе. Мудрецы наши говорят. Сифрей, глава Гаазину, 333. Ибо за кровь рабов своих отомстит он и мщение совершит над врагами его. Дворим, 32, 43. Два мщения. Одно за кровь, второе за насилие. А из чего следует, что всякое насилие, которое народы мира совершают над Израилем, засчитывается им, словно пролили они кровь невинных? Из сказанного Юэль 4, 2. И соберу я все народы и так далее. О пророке Авадье, который был Гером и происходил из Идумеев, наши мудрецы говорят, Сан-Эдрин, 39 бет. Авадье был Гером из Идумеев, и, как говорится, из самого леса и выйдет топор. Раша так объясняет эти слова. Плоть самого леса входит в проух обуха топора, чтобы стать рукоятью и рубить лес. Так и Авадье вышел из Идума, а Давид из Муава, ведь он, Давид, происходил от руд моавитянки. И кто лучше человека, бывшего неевреем, знает, что такое ненависть неевреев к Израилю. И вот что он говорит об избавлении. Авадья 1, 8, 16. Ведь в день тот слово Господа истреблю я мудрецов в Эдоле и разум в горах Исава. Сокрушены будут храбрецы твои, Тейман, чтобы истреблены были все жители в горах Исава в побоище. За насилие над братом твоим Яаковом покроет тебя стыд и уничтожен ты будешь навеки. В день, когда стоял ты в стороне, в день, когда чужеземцы взяли в плен войско его, и иноземцы вошли во врата его, и об Иерусалиме бросали жребий, и ты был словно один из них. Не смотри злорадно в день несчастья брата твоего, в день, когда ты чужим ему стал. Не радуйся в день гибели сынов Иудеи, не улыбайся в день бедствия их, не входи во врата народа моего, в день несчастья его, не смотри на беду его, в день несчастья его, не протягивай руку свою к имуществу его, в день несчастья его, не стой на перекрестке, чтобы истреблять спасшихся, не выдавай врагам уцелевших, в день бедствия их. Ибо близок день суда Господа над всеми народами, как ты поступал, так будет поступлено с тобой. То, что ты заслужил, обратится на голову твою, ибо как пили вы и веселились, когда был разрушен храм на горе моей святой. Так пить чашу бедствий будут все народы всегда, и будут пить они, и помутится их разум, и исчезнут они, словно и не было их. Ненависть неевреев к Израилю обратит против них ревность Всевышнего за свой народ. Пророк говорит, Захарья 8.2 Так сказал Господь воинств, возревновал я за Сион великой ревностью, и яростью великой возревновал я о нем. А до того он говорит Захарья 1.14.15 Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе великой ревностью, и гневом великим гневаюсь я на благополучные народы, ибо я прогневался немного, а они усиливали бедствие. Пророк говорит здесь, почему Всевышний отомстит народам, хотя изгнание народа Израиля есть наказание ему с небес. Родак так объясняет слова пророка. Я прогневался на Израиль немного и изгнал их из страны их, и это было небольшое наказание по сравнению с теми страданиями, которые народы причинили Израилю после изгнания. Усиливали бедствие, причиняли им излишние страдания. И так сказано у Ишаягу 47.6 Разгневался я на народ мой, отдал на осквернение наследие мое, и отдал их в руку твою, Вавилон. Не проявил ты к ним милосердия. Когда Всевышний будет совершать свое возмездие над народами, не будет он милосерден к ним. Пророк умоляет Всевышнего отомстить и говорит Ирмиягу 10.25 И злей гнев свой на народы, которые не знали тебя, и на племена, которые имени твоего не признавали, ибо растерзали они Якова, терзали они его, и истребляли, и жилища его опустошили. А царь Давид мир праху его писал Таилим 79.6.7 И злей гнев свой на народы, которые не знали тебя, и на царства, которые имени твоего не призывали, ибо растерзали они Якова, и жилища его опустошили. Великие мудрецы Израиля сочли нужным включить эти слова в пасхальную агоду, чтобы мы произносили их в ночь Седера. И еще говорит царь Давид Таилим 137.8.9 Дочь Вавилона, обреченная на разорение, счастлив тот, кто воздаст тебе по заслугам за то, что сделала ты с нами, счастлив тот, кто возьмет и размозжит младенцев твоих оскалу. Великие мудрецы Израиля постановили читать эту главу из книги Таилим, где так ярко выражен призыв к мести в будние дни перед благословением после еды. И еще сказано Ирмиягу 51.20.22.24 Молод ты у меня, орудие войны, и сокрушу я тобою народы, и уничтожу тобою царство. И сокрушу я тобою мужчин и женщин, и сокрушу я тобою стариков и подростков, и сокрушу я тобою юношей и девиц. И расплачусь я с Вавилоном и со всеми жителями страны халдеев за все то зло, которое совершили они в Сионе на глазах у вас. Слово Господа! Великая заповедь радоваться, когда Всевышний совершает возмездие над народами, осквернявшими его имя. Совершая это возмездие, Всевышний также искореняет зло и злодеев, а искоренение злодеев это проявление милосердия. В Великом восхвалении Галель-Гагадоль сказано Таилим 136 «Ибо вечно милосердие него». Милосердие его проявляется не только в том, что он дает пищу всему живому. Мы восхваляем Всевышнего за его милосердие, проявляющееся в том, что он умертвил первенцев Египта, покарал многие народы и низверг фараона и войска его в Красное море. За все это мы тоже прославляем Всевышнего, ибо вечно милосердие его». Почему? А потому, что сказано Мишлей 29.16 «Когда множится число злодеев, множится число преступлений, но праведники увидят падение их». Понятно, что позволять злодеям одерживать победы и множиться означает множить число преступлений в мире. Величайшее преступление нести зло в мир, который предназначен был содержать одно лишь добро и тем самым бросать вызов Всевышнему и осквернять его имя. И за это преступление те, кто его совершают, заслуживают смерти. Поэтому, хотя в Роша-Шана в тех частях молитвы, которые называются Мальхуйот, Зихронот и Шафарот, не произносят отрывки из Танаха, говорящие о наказании, разрешено произносить отрывки, в которых упоминается о наказании неевреям. Рамбам пишет Гильхот Шофар 3.9 «Не упоминают в Зихронот молхуйот и Шафарот о наказании». Например, «В гневе изливающемся буду я править вами». Ехескель 20.33 Но надо упоминать о наказании неевреям. Например, «Господь воцарится, трепет охватит народы». Таилим 99.1 «Припомни, Господь, сынам Эдома, день разрушения Иерусалима». Таилим 137.7 Поскольку Рамбам пишет «Но надо упоминать», мы видим, что этому упоминанию придается особенно большое значение. «В будущем Всевышний Сам, облачившись в военные одежды, выйдет на войну против народов и отомстит за сынов Израиля». Так говорят наши мудрецы Ялкут Шимани Таилим 847. «Господь воцарился, облачившись в величие». Таилим 93.1 Сказал Раби Ханина «Есть люди, подходящие своим одеждам, но одежды их не подходят им, и есть люди, которым подходят их одежды, но они не подходят своим одеждам, но Всевышний подходит своим одеянием и его одеяния подходят ему, как сказано «Господь воцарился, облачившись в величие». Еще сказано Ирмиягу 10.7 «Кто не убоится тебя, царь народов, как то и подобает тебе». В семь одеяний облачался Всевышний во дно во время войны у моря Господь воцарился, облачившись в величие. В это одеяние Он облачился во время войны у моря, как сказано Шмот 15.1 «Воспою Господу, ибо величественно вознесся Он». Во второе одеяние облачился Он на Синае. Облачился Господь, перепоясался могуществом. В это одеяние Он облачился на Синае, где Он дал могущество Своему народу, как сказано Таилим 29.11 «Господь могущество народу Своему даст, в третье одеяние Он облачился, выступив против Вавилона, как сказано Ешаягу 59.17 «И облачился Он в одеяние мщения, а в другом месте сказано Ирмиягу 51.11 «Ибо это месть Господа, месть за храм Его». В четвертое одеяние Он облачился, выступив против Мидии, как сказано Ешаягу 59.17 «И облачился Он в справедливость, как в броню», а в другом месте сказано Эстер 8.15 «Амор-Дыхай вышел от царя в царском одеянии, в пятое одеяние Он облачился, выступив против греков, как сказано Ешаягу 59.17 «И окутался как плащом ревностью, так сыны Хашмоная облачались в одеянии ревности». В шестое одеяние Он облачился, выступив против Эдома, как сказано Ешаягу 63.1 «Кто человек этот, идущий из Эдома в багряных одеждах, идущий из Боцры?» А в седьмое одеяние Он облачится в дни Машиаха, как сказано Даниэль 7.9 «Одеяние Его как снег белый, а волосы на голове Его как шерсть чистая». Выше мы привели отрывок из книги Ешаягу 63.1 «Кто человек этот, идущий из Эдома в багряных одеждах?» Хамуц Бугадим, в котором говорится о том, как Всевышний будет давить народы, словно работники, давящие виноград в давильне. Автор книги Мецудат Сион поясняет «Хамуц означает краску». Слово это встречается лишь один раз в Танахе и, возможно, состоит из переставленных местами букв слова «Тимхац» окрасился в красный цвет из фразы «Чтобы окрасилась в красный цвет». «Тимхац» «Нога твоя от крови врага» Таилим 68.24 Родак пишет в своем комментарии к Таилим 68.24 «Тимхац» «Чтобы окрасилась в красный цвет». Слово это состоит из переставленных местами букв слова «Тихмац» как в словах «Хамуц бгадим» означающих «в багряных от крови одеждах». Царь Шломо мир праху его писал Мишлей 20.28 «Милосердие и правда охраняют царя и поддерживает он милосердием престол свой». Имеется в виду, что Всевышний установил понятия и ценности и все они выражения его милосердия. И милосердие это отлично от псевдомилосердия чуждой культуры и от псевдомилосердия ассимиляторов, которые берутся определять, что является милосердием, словно они создают мир и его законы по своему образу и подобию. Милосердие Всевышнего это милосердие и правда, истинное милосердие, милосердие по отношению к тому, кто заслуживает милосердия и жестокость по отношению к тому, кто своим злодейством заслужил к себе жестокое отношение. А когда милосердие и правда слиты воедино, тогда и поддерживает он милосердием престол свой. Великое правило Торы гласит, если нет правды, нет и истинного милосердия. Милосердие, прямота, любовь, сострадание, все это не может существовать без правды. Всевышний сам назван тем, чьи милосердия и правда велики. Шмот 34-6 Мудрецы наши говорят, Сангедрин 37 Алиф Бет, как угрожают свидетелям, свидетелей, свидетельствующих против человека, которому, если будет доказана его вина, полагается смертная казнь, вводят в помещение суда и угрожают им. Не говорите ли вы, лишь предполагая, что произошло на самом деле, или знаете об этом лишь понаслышке, или слышали об этом от свидетеля, который сам слышал от другого свидетеля, или слышали об этом от ненадежного человека, но не видели собственными глазами? «Может быть, вы не знаете, что мы будем подвергать вас доскональному допросу? Знаете же, что законы об имущественных взаимоотношениях – это не то, что законы, по которым судят за преступления, за которые полагается смертная казнь. В первом случае человек возвращает деньги, которые незаконно присвоил, и прощается ему. Во втором же случае вина за пролитую кровь убитого, и кровь его, еще нерожденных потомков, лежит на нем, на том, о чьей вине произошло убийство, пока существует мир.